Всем привет! У меня на стене масляная копия картины художника Василия Кузьмича Демидова «Предсмертный подвиг князя Михаила Константиновича Волконского у гроба Пафнутия Чудотворца» в соборной цепке Боровского монастыря 5 июля 1610 года. В 1841 году был написан эскиз к картине, который ныне находится в Третьяковской галерее. Сама же картина написана после 1848 года и выставлена в Калужском художественном музее. Князь воевода Волконский по прозвищу Хромой Орел из рода Рюриковичей известен своими походами с Ратью в Сибирь, где участвовал в сооружении города Пелыма, основал город Березов в Омском краю, был головой в Рыльске и далее воеводой в Боровске. Какой уже сюжет картины? Это смутное время, начавшееся со смертью в 1598 году последнего царя династии Рюриковичей Федора Ивановича, сына Ивана Грозного, при фактическом правлении Бориса Годунова. Не урожай много лет подряд. Страшный голод, разбой, народное волнение, расколы предательства, бояр, беспрестанное кровопролитие, двоицарствие, удобный момент для интервенции речи Посполитой, чем они не применули воспользоваться. Разоренное государство на краю гибели. Король Сигизмунд мечтает о введении католичества и воцарении своего сына Владислава на русский трон. Один за другим появляются лжедмитрии. Сначала Гришка, отрепив со своей женой Мария Мнишек, поддерживаемая Сигизмундом. Когда же его пепел, смешанный с порохом, вылетел из жерла пушки в сторону Польши, откуда он появился, Эрстафету подхватывает лжедмитрий II, тушенский вор, в содружестве с гетманом Яном Сапегой. Примечательно, что Мария Мнишек тут же признала вора Дмитрием. На картине 1610 год, если считать от Рождества Христова, на русском троне в Москве Василий Шуйский. На пострупах к Москве, в осажденном гетманом Яном Сапегой Боровском по Хнотьевым монастыре, воеводы Волконские с подкреплениями стрельцов держат осаду. Из монастырской летописи 7114 года по календарю того времени «Отцетворение мира». Изменники повелели отворить острожные ворота литовским людям, которые внедоши ворота, и увидя помянутый князь Михаил Волконский, он их двухвоевод наглую измену, освоил уже изнеможение, и бежав в церковь соборную. Он и их же изменники, зваху его злодеям сапегой навстречу. Он же им в том злом намерении отказал. Ядем умру за дом преподобного отца нашего Пафнутия Чудотворца у святого гроба его. Литовские же люди, внедоши в монастырь, и на чаши сеющий весь народ, которые для крепости и избавления напрасной себе смерти в том монастыре были, а более скрывали слоную церковь. Князь же Михаила, встав в церковных дверях, и с ними бился много, и изнемог от великих ран, и пойди в церковь у Клира Слевого. Литовские же люди, внедоши в церковь, и на чаши сеющие игумена и братью, и того воевода князь Михаила Волконского убиша, и побито в том монастыре всякого чина двенадцать тысяч. Вор же, разорит весь монастырь вышек и выжек, и пойди под Москву, и ста у Николы на угрыше. Последние же люди, которые остались в монастыре, выкопаше две ямы и погребоша напрасно избиенные тела. Велей же Бог показал над теми убиенными чудо. Когда панихиду служить начнут, то выходила кровь всем яственно. А как воеводу князя Михаила Волконского в церковных дверях убиша, то кровь его после разорения смыть и отскресть никто не мог. 5 июля 2018 года, ровно 408 лет с того дня. Картина ожила в моем воображении, и явились следующие строки. Сказание древнее хранит полуистлевший манускрипт. Четыре сотни с лишним лет с дней смуты, вероломства, бед. Как самозваные царьки вели наемные полки, у ляхов же на русский трон был королевич заведен. Стремились на Москву враги, уж наточили тесаки, и стонет весь российский люд. Но где же власть, когда же суд? Вот осадили монастырь, чернец берется за псалтырь, стрелец схватил свой грозный меч, чтобы врага нещадно сечь. Князь воевода Михаил борьбу на смерть провозгласил, но в ночь изменника рука врагу открыла ворота. И кончили свой краткий век двенадцать тысяч человек. А у гробницы чудотвора князь принял Тушинского вора. Здесь воевода пал в бою за веру, честь, любовь свою к отечеству, где стал к Москве преградой ляхом и Литве. И службу, что проходит вновь, сочится Михаила кровь с гробницы, где упал герой, сраженный шляхетской рукой, гербубаровска став причиной. На то указ Екатерины. Где сердце верное с Христом, и славы лавровым венцом, в невинности и чистоте, на посеребренном листе, где славу вечную обрел волконский князь, ромой орел. А на музейном полотне светится память о том дне. Спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мой канал.